Инвесторы недостроя «Золотой берег» продолжают бороться за свое жилье. По их словам, с владельцев квартир требуют еще по 15 тысяч долларов. Проект изменили, не спросив людей, и уже начали ломать перегородки. А сам недострой переименовали и скоро начнут продажу квартир. История семьи, которая уже 10 лет ждет свою квартиру. Далее в сюжете. Ирина познакомилась с Джоном в Крыму. Он приехал из Америки. Вместе занимались благотворительностью и помогали онкобольным детям. 10 лет назад узнали, что ждут первенца. Мечтали о жилье на берегу, чтобы малыш дышал морским воздухом. Нашли подходящий вариант в жилом комплексе «Золотой берег» и, не задумываясь, взяли в кредит 70 тысяч долларов. Получили заветный договор и поехали ждать. Сегодня у нас 2016 год, и мы все ждем. Потом супруги узнали, что ждут девочку. Надеялись, хоть со вторым ребенком едут в свою квартиру. Но не вышло. Мы фактически остались без ничего. Вот без ничего. С двумя маленькими детьми на руках. Мы снимали квартиры. Мы снимали подешевле, чтобы нам вышло дешевле. Мы снимали квартиры без ремонтов. И потом, чтобы еще сэкономить, мы даже просили хозяев забрать мебель. Чтобы отдать детей в сад, нужна была прописка. Пришлось взять жилье в кредит. Теперь супруги фактически платят за две квартиры. Одной из которых нет до сих пор. Они все живут в шикарных домах, с бассейнами. А у нас люди просто умирают. У нас 20 инвесторов за 10 лет. Уже на небесах. Мы знаем женщину, которая живет в подвале. Мы ее всегда подвозим. Она живет в подвале. Она предала свою квартиру. Чтобы достроить дом, инвесторов просят доплатить еще 15 тысяч долларов. Сейчас комплекс перешел компанией «Адеком Девелопмент». Той самой, что строила «Гагарин Плаза», горевшей летом 2015-го. Супруги считают, что фирма завладела комплексом незаконно. Просто в один прекрасный день они туда зашли. Начали ломать стены. Начали сносить перегородки. Увеличивать площадь квартир. В наших договорах 70 метров. По факту мы потом приходим в квартире 83 метра. И в «Гагарин Плаза» уже было такое? Да, в «Гагарин Плаза» уже люди с этим попались. И доплачивали потом по тысячу долларов за метр квадратный. По словам Ирины, проект изменили, не спросив инвесторов. «Золотой берег» переименовали в «Аквамарины». Уже ищут потенциальных покупателей. Пока мы занимаемся историческими инвесторами. Вы хотите купить что-то? У нас продажи, скорее всего, будут с апреля месяца. Что за Европа здесь? Это вообще Индия здесь. И это просто позор. Люди должны, конечно, собраться и принимать мир. Это их, это наш город. Да, если мы это не сделаем, это никто не сделает. Сейчас обманутые инвесторы пытаются добиться того, чтобы комплекс выставили на продажу на конкурсной основе. Олеся Повар, Алексей Пережилин, 7 канал.